Третья штука сфера. Диэлектрическая кондициальность получилась комплексной. И избавиться от этого продукта, как говорили снято. Она всегда комплексная. Это связано с тем, что просто сама релаксация, она обусловлена как раз механизмом, с помощью которого энергия, приобретенная частицами от поля, может быть передана в астронарную боковую движение. Потому что под действием дипольные моменты пытаются упорядочиться, а температура и те же столкновения, связанные с дискотическим движением, они препятствуют этому предотвью. Поэтому ясно, что в такой модели обязательно должно быть превращение магнитной энергии. А раз есть превращение магнитной энергии, то в нашей модели изодопытной микротровой среды за это отвечает дневная часть дневнической координациальности. Так что дневная часть дневнической координациальности обязательно должна быть. Так у нас и получилось. Давайте выделим дневную часть дневную часть единицей плюс омега квадрата. Омега второго квадрата. Так, а здесь будет единица плюс и омега квадрата. Так, и соответственно будет единица плюс 4 и омега квадрата. 4 и омега квадрата. И в дневнической координациальности в 2-мм квадрата. Так, значит, что отчетовое дикое, значит, вещественное и вещественное и вещественное. Так, ну, левая часть отлично от нуля, есть поглощение, вещественное и вещественное и вещественное и вещественное. Вот я и хочу с помощью этих выражений рассмотреть некие свойства этой, такого полезного диетика, в частности, способность воплощать вещественное. Давайте нарисуем вражеский. Для ясности, хотя и с пор нам все это следует, но для ясности, что это не понятно. Так, давайте, что? Левая часть, да, вещественная часть, как будто чисто. А у вас левая часть, альфа-0? Что? Альфа-0 еще забудет. А, там, конечно, да. Так, еще больше? Так, как-то мы не начнем. Так, левую часть присутствует. Так, при омега равном 0, при омега, стремящемся к бесконечности, тоже 0, ну а между ними, естественно, должен быть максимум. Так, теперь растет при омега, при омега, растет пропорциональная омега. А спадает на бесконечности, как и единица на омега. Вот, при омега, растет пропорциональная чистоте. При больших омега, как и единица на 1 омега. Значит, между ними должен быть максимум. Так, что вот это такая же. Максимум где-то стыкается. Так, в какой точке максимум? Ну, вот у этой функции. Что, взять производную при омега? Ну, возьмите при омега. Помогу. Так. Советский奇ис. Еще может быть, еще там еще при этом? Ну, будет, еще. Ум, ну все. Ум. 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 Спасибо. Так. И что тут будет совершенно... Квадратное равнение есть. Квадратное равнение есть. Ну, нет, ну, единица на того... Ну, что? Какое у нас? Значит, единица минус x. Значит, это все равно. Единица минус x. Квадратное, минус x. Квадратное. 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 Значит, x, омега, тоу. И омега, тоу. Как раз достигается... Частота, при которой достигается максимум 1 на 2. Единица минус 2 на 3. Измеряя поглощение вектор магнитной энергии в среде вот такой, по максимуму можно прямо определить вот эту премию функционцией, когда он будет. Изгаданность, когда он будет. Так. Квадратное. Квадратное. Так. Квадратное. 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 П부터 начинается с 4. П. 假afa. Квадратное. ально. Квадратное. 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 То есть в таком случае минус 1. она начнется где-то в расцветке, так дальше она должна пройти через эту точку и под это перелиться на взятие крови. Так что графики должны быть такие. Первое. Есть линия поглощения. Есть там, где есть поглощение, там электрическое вещественное часть спадает с ростом частоты. Вот то, что есть в таком полярном виде. То есть есть область поглощения, обусловленная часть, обусловленная на этой диэлектрической революции. Ну и в этой области есть спадание диэлектрической потенциальности. Вот основной эффект в этой полярной деятельности. Дальше. Есть вот этот максимум поглощения. Максимум поглощения как раз на той частоте, которая связана с герметрическим газом. Максимум поглощения можно определить в герметрическом. Так. Ну вот это основное, пожалуй, свойство вот таких полярных герметров. Ну по аналогии с неполярными диэлектриками, следом я бы должен был рассмотреть нормальные волны. Но волны я здесь рассматривать не буду, потому что волны в таком диэлектрике всегда будут затухающие. Так. Если бы не полярным, у нас по крайней мере была область частот, где достаточно большие частот, где дисперсия важна, и где, так сказать, существует нормальная волна, и где они слабо затухающие. Тогда частоты велики по сравнению с частотой столкновения. Так. Там волны были хорошо определены и будут поэтому рассматривать. здесь я могу рассматривать не буду, они всегда будут затухающие, потому что от них вылечается, и в полиции нельзя. Так. Теперь следующее. Значит, мы вот использовали такую феноменологическую модель, в котором введена была одна фактически величина феноменологическая. Это вот это время реконструкции средств. Были, так сказать, такие вот феноменологические соображения, были предложены, введены не на уровне электрической проницаемости. Когда мы вот вводили вот эту феноменологическую проницаемость, зависящую от частоты или зависящая от именности штрихта, так, то мы говорили, что просто среди этого основного запаздывания мы это хотим учесть. Мы написали материальные уравнения, учитывающие это запаздывание. Теперь мы это не только предположили, что есть запаздывание, мы предположили вполне определенный закон, по которому это привансирует и устанавливается на реализацию цвета. Вот тот закон, который вытекает в его уравнение . Ну и рассчитали это все. В последовательной какой-то микроскопической модели по данным деле должно быть выводиться это все из, значит, конечно, каких-то микроскопических уравнений. То есть среда состоит из дипольных моментов. Мы должны написать уравнение движения этих дипольных моментов. Во-первых, с учетом становления, с учетом температуры, которая безупорядочивает это движение. Во-вторых, с учетом того, что поле не стремится повернуть. С помощью этих уравнений мы должны были выводить электрическую проницаемость, ну и получить штуку. Так, если мы все правильно делали, делаем это, то у нас должно было бы получиться действительно один параметр, интересующий вот это, так сказать, время ревакса, так сказать, ну микроскопически выведенный, он был связан с теми, какими-то, так сказать, величинами и силами, или параметрами задающими, которые определяют движение этих дипольных моментов под действием электрического. Значит, ну это достаточно сложная наука. Мы ее можем было бы сделать, но это было бы у нас далеко в сторону от нашего простого форска достаточно. Так, поэтому я это дело не буду. Я хочу предложить такую качественную оценку от времени реваксации из таких качественных соображений, как, чему должно быть, как время реваксации должно быть связано с микроскопическими какими-то характеристиками вот такую механическую, что ли, модель, которая позволяет оценить, по крайней мере, реваксацию и оценить связь этого времени реваксации с характерными какими-то параметрами этой модели. Значит, модель будет простая и совершенно механическая. Такой диэлектрик можно представить как мельчайшие частицы, которые представляют собой шарики какие-то, находящиеся, допустим, в пиасской жидкости. Шарики с депольным моментом, который в депольный момент стрелится по голове под тястем поле, а пиасская жидкость, обусловленная там с промокновением и частиц, она, так сказать, препятствует мгновенному повороту. Вот из этих соображений делается все это. Нужно смотреть реваксации в таком полярном диэлектрике, в такой механической модели. Кстати, шарики нет, как разница, да. Заделось, шарики, разница, находящиеся в вязкой жидкости, с коэффициентной вязкой стеллектрикой. При армии мы можем смоделировать что? Размер шариков это некий момент, ладьяцкой жидкости, это ладьяцкой из той среды, которую мы рассматриваем. Например, чей же лады, как пример, парадной материи, да. А, значит, тогда размеры ладьяцкой жидкости. Так что вот есть такой механический модель, это металлическое оценивание. Значит, как сила, которая действует на какую-то частицу в вязкой жидкости, значит, она может быть в выражении, на нее может быть написано из права соображения. Значит, эта сила должна быть пропорциональной. Она должна быть пропорциональной, ну, как в обычной серии вязкости, когда тело держится в какой-то жидкости, пропорциональной скорости. И здесь, естественно, считает, что она тоже пропорциональная скорость в движении. Поэтому давайте скорость так, ну, и должна зависеть еще от того, что за вязкой жидкости, что за жидкость, то есть от эфициента вязкости. Ну, поставим здесь то, что называется эфициент вязкости. Вот, только из графа соображения написано вязкости. Ну, я могу добавить, что то, что эфициент отличается от тем, что там еще одно, что там вырезает из-за того, что это спиритический поем писал. Так что, а у из графа соображения надо будет раньше. Будем писать четверкой для оценки по порядку величины, это не важно. Так, теперь, значит, скорость. Что за скорость? Будем считать, что, значит, этот шарик наш, для того, чтобы возникла действительно поляризация, он должен повернуться в результате под кругом. Так. Ну, вообще, говоря, полностью, это 90 градусов, допустим, если мы будем перпендикольно. Так. Можно спал больше до 90 градусов, максимальная штука. Ну, чтобы не мучиться с 90 градусов, давайте я возьму один радиарм. Вот он повернулся на достаточно большой оборот. Один радиарм. То есть, прошло выстояние порядка радиуса. Так. Значит, а время, за которое он повернулся, это время ремоксации. Когда он действительно установился, это разновиделся. Так что, скорость, это будет порядка дратега, с определенным рассматриванием. Таун, Таун, Таун. Время ремоксации. Если действительно шарики, все эти молекулы повернулись пополем, то все это достигается с увеличенным в порядке времени ремоксации. Угол, на который они повернулись, достаточно большой. Возьмем вот диаметр, то есть порядка радиуса. Если полный канал 90 градусов, то это тоже порядка радиуса. Так, что это А. И делаем нам время ремоксации. Так. Так что, у нас получилось, что вот эта сила, действующая на это шарик, это есть 4, а 2, значит, коэффициент вязкости, делаем нам надо, так вот. Так. Вот. Это сила, действующая на это шарик. Так. Теперь, в поверхности сила, действующая на той же шарик. Так. На самом деле, поворачивает у нас момент, значит, это, простите, я не сейчас писал, это не сила, это момент силы, который действует, да? Момент силы, момент силы, который действует на шарик. Вот для него только можно описать вот это выражение с яскостью и с таким здравым соображением, чтобы силы пригодны действительно поверхности. Вот теперь мне нужно найти символ, который действует на поверхности. Но момент силы, это произведение символа на крючок, так. Так. Символ на крючок, крючок, радиус шарик, это основная символа, это правда, которая на а. Так. В порядке, как вы говорите, это будет 4пи, а, на втором плане. Так. Работа этой силы по повороту шарика. Так. Расстояние, которое проходит точка на поверхности, мы доберемся, что это, это диаметр, это упор, на который поворот шарик. Тогда расстояние, которое проходит, это опять разница. Так что работа этой силы по повороту шарика. Так что это будет 4пи. Вот. Работа силы по повороту шарика. Так. Это работа, значит, соглашается против сил, которые, значит, разупорядка чуть-чуть. А она из того, что связано с ним. Так что, значит, работа эта должна быть порядка с константой Больцмана. С константой Больцмана на 5. С константой Больцмана на 5. Подставляем это сюда. Получаем тогда, значит, константу Больцмана на 5. Так. это 9пи. А. Убит. Прямо 0. Это делаем на 5. Но в результате вот этот Та у него получается оценка, когда Та будет такая. Это будет 4пи. А. Убит. То это на константу Больцмана вот. Вот. Вот за такой вязкой завершает находящийся вязкой жидкости. Значит, поворот на существенный угол на один океан. За какое-то время совершаем вязание против силы теплового подвижения. Ну, что, вот чисто механическая модель темплейной глоксации, темплей поворота на существенный угол оказывается вот таком поворотом. Из этой формулы дверяще видно, что это связано, во-первых, с температурой силы. Причем температура входит не только вот сюда, но, конечно, и в этом коэффициент вязкости, которая тоже от температуры подвижения. Так что это сильно зависит от температуры, величина. Зависит от размеров там, ну и от вязкости. От размеров частиц самих движущейся глубинности и отвязкости. Вообще, оценка получена чисто механическим образом. У нас есть вообще какой-то другой способ ценить эту величину. По максимуму поглощения. Только что вот у меня там был нарисован график, там указывалось, что максимум поглощения возникает на частоте равна единице на талон. С одной стороны, мы можем измерять, проводя чисткой электромагнитной энергии, измеряя поглощаемую электромагнитную энергию. Найти максимум этого поглощения, на какой частоте достигается, отсюда определить талон. С другой стороны, зная там размеры на 1,5 коэффициент, вязкости, жидкости, зная температуру, мы можем взять и рассчитать вот это чисто из механических соображений. Ну вот если наши соображения правильные, то тогда эти величины вообще должны быть совпасть. Если наше предположение о том, что вот данное вещество действительно является полярным диэлектриком, и ревоксация там происходит так, как мы уже говорили, то тогда эти две величины должны совпасть, поскольку они, так сказать, и это было бы подтверждением правильности наших соображений, потому что мы получили бы два, так сказать, экспериментальных результата, независимо из разных представлений и из принципиально разных измерений электромагнитных и механических таких. Если бы они совпали, то означало, что наше соображение действительно правильное. Ну вот если действительно взять какого-нибудь классического полярного диэлектриком и все это проделать, то результаты действительно оказываются позициональными. Значит, на ВД коэффициент ряскости это порядка одной сотой, это в Гаусской системе и лиц, это, так называемый, уаз 10 минус 2, к размерам молитв, порядка 10 минус 8, это же как-то не надо, это размеры молитв. Температуры, значит, это 3-комнатных температур, в Гаусской системе. Так, тогда что у нас получится здесь? Тогда вот этот правом 0 получится равным, так, 4, здесь это будет 10, здесь будет 10 минус 20, так, 3, да, 3, 8, 24, да, 10 минус 2, да, 10 минус 2. Так, что здесь должно быть еще? 3, 3 на 10 минус 2, да, и, значит, что? Константа у Гольца будет еще, да, здесь минус 16, потому что это, да, здесь минус 16, то это сколько, когда будет? 10 минус 8, здесь минус 10, так, здесь минус, 10 минус 10, 10 минус 10, 10 минус 12, 10 минус 11, ну, примерно 10 минус 10 минус 11, в секунду в секунду в секунду. Это время ремоксации. Соответственно, частота, я ощущаю, порядка 10 минус 11 в секунду в реду спину. Так что частота, на такой частоте, должен наблюдаться максимум воплощения, значит, в воде. Это сколько там? Это порядка 100 гигагерц, да, ну, учитывая, там, то, что надо еще на 2пи, то это еще на 6 поделим, ну, в общем, так, скажем, 10 или 100, или 30, там, мегагерц, 100 или 30 гигагерц, 120 гигагерц, Такого порядка, вот, значит, частота, на которой должен наблюдаться максимум воплощения в воде. На какой частоте это должен наблюдаться в этой максимум воплощении? Никто не знает? А что, никто не сталкивался? Я так понимаю, что микроволновая вещь в Сирии, вот она работает как раз в основном на том, что разогревает все, благодаря тому, что на легковой воды под действием высокочастотного поля действительно поглощает электромагнитную энергию, вот это все это поглощает, вот. Максимум, правда, на каком-то состоянии печень, на каком-то новом году встать, ну, тут. Они почти все на одно, что теперь живут, так что это, они вроде бы на порядок величины. На самом деле она меньше, чем ветер-фанирус, причем, так сказать, существенно, меньше, ну, в 10 раз, так сказать, меньше. Частота – это два с половиной гигагерца по четырестнадцатым чаще всего. Значит, это сделано сознательно, потому что, чтобы, так сказать, потому что при такой частоте, когда максимум поглощения, это поликновение поверхностный слой, еще, правда, происходит только, и в этом смысле равномерности не достигается. Поэтому, да, частоты несколько отличаются от максимума поглощения воды. Да, обычно. потому что еще ко всему, так, пищи не всегда в чинности вода, так, а там есть еще кое-что, это ко всему еще проводящая среда, с плохой проводимостью, там, и так далее. Там свои другие будут. Но, в принципе, это вот, те частоты, к риску тем частотам, которые мы с вами получили. На самом деле, максимум поглощения для воды, он оказывается, действительно, в воде. Степки, то есть, той, которые вы вытекаете, вот из этой формы. Так что, в этом смысле, вода, действительно, является альтернатором диалекции, альтернатором, репоксацией, там, происходит по тому же полу, который мы с вами написали, фактически все. Все это зависит от температуры, можно сказать, силы. Все это довольно хорошо описывается со всем временем. Так что, вот, то, что можно сказать про полярные диэлектрики. На этом, с полярными диэлектриками, я, наверное, закончу тогда, так? И давайте мы это сделаем. Так, где у нас? Перерыв, еще есть. Посмотрите, да? Есть. Так. На этом я с полярными диэлектриками хочу закончить. Значит, мы рассмотрели с вами, в простой случае, получение полярного диэлектрика, и вот, простую науку для полярного диэлектрика, только всему, и чтобы уделить оценку времени репоксации из механических совершенно соображений. Можно развить две сети механических соображений. Поле, теории, движения, магнитного, мы, теории, отрезки. Поэтому, изделия, как и меня, закончу, и хочу перейти к рассмотрению проводящих средств. Из проводящих средств, тихо, тихо, разрешённых плазмами, тихо, металлов, или полупроводников такой, плазменной модели. просто. Итак, значит, проводящие средства. самая простая модель проводящих средств. То есть, что у нас будет интересна? Опять, модель проводящей среды, настольная модель проводящей среды, вычислим эпсилл над омегой, или то, что нам нужно будет, и рассмотрим свойства действительности. Точно так же, как и здесь. Мы для внеполярного диалета предложили внеполярного диалета этой элементарной, рассчитали диалетриющую кондициальность и рассмотрели собственно, что поглощение аномальных дисперсий внеполярного линия, что, что есть линия поглощения в близких резонансных частот, и возле этой линии есть аномальный дисперсий. И второе, что мы там рассматривали, это нормальный полярный диалетрий, аналогичный полярный диалетрий. Мы предложили пробу и феноминологическую правду, предложили как происходит релаксация поляризации в таком полярном диалетрике, рассчитали эпсиллоном до века и посмотрели на свойства. есть максимум поглощения и там есть вещественные части электрической позиции со спросом частоты. новые а второе, еще обсудили микроскопический подход, как он пошел с полярным диалетром. то же самое и для проводящей среды. модель среды депсула на том и и неприят некоторых свойствах в том числе распространение гетомагнитного поглощения энергии поглощения энергии и распространение гетомагнитного подсветной водной завет который способен перемещаться и обеспечить этих ходов. Реально это разреженная плата например это разреженная плата если применять подобный метал то там есть решетка из положительных ионов, к примеру, и электронной проводимости, которая двигается, это решено. То, что электронная проводимость совсем не похожа на свободные электроны, это никого не волнует. Значит, они движутся там, все, и прекрасно можно описывать, как вот такой плазинный набор. В полупроводниках двигаться могут, двигаться могут дырка вместо электрона, на краевом будут консантин заряженные, положительные. Ну, вот такая плазменная модель подходит для описания разряжённых плазм типов, плазм в геоносфере, в том числе, готовит и для описания горячей плазмы, которая существует, там, в камояровной установке, где пытаются получить плазму для управляемого термояровым синтезом. Ну, потом ещё и не получили, мы надеются получить всё-таки, как крысы, в очередной раз через 20 лет стоявшиеся. Ну, брат, сейчас обещаю, сейчас, правда, снова как раз это длину, примерно на 20 лет, и сейчас к 16-му году получить совместные международные установки, которые на франции совместны. Ну, сейчас как раз это длину ещё подальше. А, так сказать, ещё и недавно существовала штука, что-то управляет термоярной реакцией, из-за этого ничего всегда остаётся 20 минут. Для этой плазмы тоже это всё, такая модель подходит. И, значит, подходит для описания свойств металлов, двух проводников, потому что плавные свойства – это то, что есть подвижные электроны, подвижные для сетей изоляции, это модель уходит. Есть ещё множество разных нюансов, и разных свойств, которые эта модель для описания, но это уже, так сказать, более специальные свойства, которые показывают, чем одна из этих плазмоподобных средств отличается в другую. А вот основное свойство того, что проводят эти средства – это модель сетей изоляции. Значит, и так, всё сетей из ионок, и электроны. Так? Так. Движение этих частиц, с чем он вписывается? Оно вписывается, конечно, безусловно, с совершенно разными законами, допустим, для ионных в ионосфере, или электронных в ионосфере, или для ионных металлоков, как поупроводникам. Но для нас это тоже, опять, не важно. И вот нас будет интересовать, значит, то, как эти частицы реагируют и электромагнитные. Так вот эту реакцию можно описывать одним, одним и теми же уравнениями, например, по отметке вторым законам, нею-то написать. Для того, чтобы описать реакцию на поле. Что мы и будем делать? Так. Теперь, значит, ионы опять тяжёлые, электронные люди. В переменном поле, конечно, вклад в поляризацию тяжёлых частиц будет, значит, уменьшен, чем лёгкие частицы. В основном будут вклад в поляризацию давать смещающиеся лёгкие частицы. Поэтому тяжёлые частицы в первом приближении можно считать и кривой. замените их просто положительным фоном, который внести к нейтроникральной системы, чтобы система была на простую электричество. Она просто в наемном, фактическом, залетинском. Так. Итак, вот так. Будем считать, что все частицы совершенно одинаковые и движутся независимыми. Тогда нахождение средних значений будет сводиться к чему? К тому, что мы дипольный момент заполнитель, который приобретает отдельный электрон вот в этом геомерном поле, мы должны просто умножить на концентрацию частицы и получим дипольный момент возникающий в геомерном поле. Так что вот в нашем моде среды, которое должно содержать три момента. Это то, из чего состоится, того же, по каким законам, то, из чего она состоит в геомерном поле, и третье, как находиться в геомерном поле. Вот это, что у нас состоит из электронных переводов. Так. Дальше. Ионы мы заменили с вами положительным фоном. То есть это вообще только, так сказать, нужно для обеспечения в геомерном поле. Так что система состоит из электронов, верующихся на поле, на фоне положительного заряда. Суммарный заряд положительного фона равен суммарным зарядом. Дальше. Движение электронов в реакции электронов на поле отписывается вот вторым, в центре, в центре, в центре. Третье. Среднее значение. Дипольный геомерный приобретает и каждому отдельному электронному умножаем на концентрацию частиц. Вот, всё. Вот такая простая норма. Деометрическая полициальность. Давайте рассчитывать. Потому что на дидеометрическую полициальность нужно рассчитать . Это пункт E плюс E плюс 4. Мы должны рассчитать B и C. Значит, мы будем интересоваться, как и раньше, вот это в анатомии. Тогда все управляются перед переменами, которые мы не хотим, чтобы не было все безстонечных мест. Для нахожения этого анатомета мы опять должны поместить на поле. Тут периодически поле чистоты . Вот ставим сюда, и в этом случае мы знаем, что результат будет вот такой. Те, кто вынадолели, это фактически диэлектрическая кондициальность по отношению к периодическому полю, к чистоте объекта. Так что вы нашу модель должны поместить вот в такое поле и рассчитать в нём и жить. За расчёт индукций вспоминаем вот это, вспоминаем то, что в электрический диполе на момент единицы объёма, и в нашей модели это просто концентрация частиц, и в полный момент, приобретаемый отдельным электронам, и в полный момент, приобретаемый отдельным электронам, это опять зарядный фон, смещение фона. Первый – это смещение. Смещение в поле находит издравление движения. Это увлажняет движение, которое мы не обращаем, а здесь в силу действует членная перерывка. В нашей простой модели это просто все эти виды, которые со стороны поля, то, что еще у нас идёт здесь. Так, вот в этом периодическом поле чистоты н, то есть е, 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 е. Вот всё. Приезжаем на это увлажнение. В увлажняемый поле. Мы подставляем это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда и доходим. Так, повторять это не верно. Мы здесь много разделывали, даже на конкурсе, но большую часть я написал, чтобы попалось это всё плохо. Получилось только так. Где же это? Плюс. Это четыре и минус. А здесь будет минус. Н, е. Н, е квадрат. Н, омега квадрат. Так. Ну, а здесь опять будет 2 амега квадрат. Ну, если вынесли, всё будет так. Единица, минус, четыре. Н, е квадрат. Установлено амега квадрат. Е квадрат. Так. Значит, то, что стоит вот здесь, должно называться в амега квадрат. Так что, это вот на доле, какая-то сады. То есть, вот эта коэффициция, минус. Четыре пи в n, е квадрат на амега квадрат. Ну, видно, что вот эта величина, хотя есть некая величина амега квадрата частоты. Ну, обозначим ее квадрат хамега в квадрате. Смысл омега квадрат мы еще раз выясним, но это упражнение, я думаю, чтобы все это выяснялось. Значит, у нас получается единица минус омега квадрата. Омега квадрата. Омега квадрата. Омега квадрат называется плазменной частотой. Почему такое название? Мы еще один раз ответим. Своя влиятельность, да? Вот такая величина. Вот диаметрическая продецательность получения. Так. Значит, дальше по порядку, как мы предыдущим случаем, раз получили диаметрическая продецательность, периодически поможет частоты переменных полей, ну, в частности, периодически. Первое. Необходим зависит от частоты. Необходим зависит от частоты. Значит, есть временная дисплеерация, да? Да. Да вот и что мы должны мне сказать. Значит, когда можно пренебречь администрации? А вы, для здравого соображения, когда можно пренебречь администрации? Когда к нулю стремится. Вот забыл про все это дело. Вообще. Когда к нулю стремится. Тогда, когда поля меняются медленно, да? Когда медленно меняются, тогда всегда подстроится подпор и все происходит как в постоянном поле. Медленно меняющиеся поля отмечать низкие частоты. То есть при уменьшении частоты должна временная дисперсия исчезнуть. В эпсилонотометре временная дисперсия проявляется в том, что эпсилон зависит от времени. При уменьшении частоты должна бы исчезнуть зависимость эпсилонот частоты. Во всех предыдущих случаях, которые мы с тобой уже смотрели, так вот. Здесь уменьшаем частоту и видим, что в зависимости от частоты мы исчезаем. Правильно? Поле все медленнее и медленнее меняется, а то, что мы назвали временной дисперсией, мы просто... Правильно? Да. Так. Что? Значит, я там голову ворочиваю до сих пор. Так. Так получается? Получается, что так. Правильно? Да. В чем дело? Так. Что скажешь? Мы это дело уже обсуждали, но упражнение, по крайней мере, в цифровой группе, где я веду, а мы все это дело обсуждали. Правда, уже это так давно, что успели забыть это уже. В чем дело? Ну, мы еще столкновения не учитывали, да? Давайте столкновения чуть-чуть. Значит, на самом деле электрон двигается не свободно, но не сталкиваются. Возьми сталкиваются с ионами, с нейтральными частицами между собой, там, в общем, что-то препятствует свободному душу. В металлах они сталкиваются с чем? Какие цифры? Какие цифры создавали? С ионами? И что? С ионами, они там металлы справляют периодические решенки или блокпроводники. Так вот, если она идеально периодическая, то, оказывается, они движутся не рассеиваясь. Нет всякого, так сказать, облетрения. Они движутся по-другому. Не как свободные электроны, не в другой закон. Но они сопротивления при этом не встречаются. Они рассеиваются, на самом деле, на нарушениях решетки. Нарушения могут быть связаны либо с примеси, так или дефектами решетки, либо с тепловыми колебаниями решетки. Тепловые колебания дают в зависимости от T в обе температуры, вот этого сопротивления. А примеси и прочие нарушения решетки дают линейную зависимость от температуры. Так что при низких температурах останутся в основном только в рассеивании на примеси, а при высоких температурах в рассеянии на колебаниях решетки. Так что у него есть что-то, что препятствует свободному движению. Это столкновение с чем-то, растение на чем-то, это разряжение на разных вещах, у него. Мы можем это все учесть, введя эффективно, и не честь, просто введя силу третьей, которая препятствует свободному движению. Для этого достаточно вот сюда написать силу сопротивления, связанную со столкновением и счетами. Для этой силы сопротивления можно выбрать самый простой вид, который можно привести. Самый простой вид – это первое пункт качества. Если дело движется медленно, то сила – это пропорциональная скорость движения направлено против скорости. Если быстро, то там вторая степень скорости будет. Ну, этот бокс, давайте самую простую возьмем, с которой у вас безусловно где-то механика включает. Это сила пропорциональная скорость и направлено против скорости. Вот я напишу R в точке, поставлю знак минус и поставлю коэффициент трения. Так я вот привык буквы, это означает. Коэффициент трения. Которые эффективно учитываются столкновения. Мы с помощью этой буквы учились столкновения. В разных средах природных разные, величина разная. Ну вот, тогда можно опять все решить. Я не буду решать, потому что на упражнениях это приведет. Это приведет к чему? К тому, что вот сюда, вот здесь появится дополнительный слогайк. Электрическая проницаемость. Добавится дополнительный слогайк. И Омега – это зеленая нолета. Где величина эта миньонная нолета. Это величина разная чистоты, как я делал. А значит, грамм. Поскольку я дальше иду. Гаммы. Это миньонная нолета. Так. Тогда, в разуме, будет более совершенная модель. Это мобильный слогайк. Это мобильный слогайк. Ну, и опять, вот мы вроде улучшили нашу модель. Вроде, а теперь столкновение есть. Совсем похоже на действительно… Вот, реально, классный столкновение. Но обидно, что в ригнаде дисперсия опять не выпадает. Уменьшаем частоту, а в зависимости от частоты все равно устанавливается. Что уже давно должен быть керамид.